Вы, наверное, сидите еще вставать. Не надо. Сидите. Встанете потом, когда будете тренироваться. Значит, сегодня в нашем клубе я вам рад представить, чтобы вы посмотрели воочию, чтобы вы увидели, какими бывают зудаисты, какими мы хотим, чтобы стали вы. Ну, наверное, без ложной скромности я скажу, что это один из выдающихся наших спортсменов. Мы вот сейчас пока обедали. Вспоминали кто еще у нас за историю нашего дороссийского родительского результатов. Вспомнили Денисова, что он был пятикратным призером мира. А сегодня у вас на колоре стоит Михаил Куляев, прослуживый мастер спорта. Три раза Михаил был в финале чемпионатов мира. Имеет три серебряные медали и имеет чемпионскую медаль, золотую медаль в команде на чемпионате мира. Я не буду перечислять другие соревнования. Европа, универсиады и прочее, прочее, прочее. Просто, ну, наверное, это самое главное, что человек сделал в своей жизни. И это результат достойных положений. Помимо всего, хочу вам сказать, что та техника, которую показывал Михаил на соревнованиях, она сама по себе очень интересна и уникальна. То есть, ну, вот эти носки, спины, которые он делает, и владеет, и, скажем так, телеграмма, они очень интересны и наблюдать за борьбой, ну, это некий такой восторг. Вот это была такая краткая прелюдия нашей сегодняшней встречи. Вот, я думаю, что мы проведем ее так, как мы вам говорили. Сейчас, ну, может быть, Михаил расскажет вам какие-то истории в своей жизни. Как он рос, как он сидел вот так же в зале, как вы сидите с крестивом, и, да? Вот, и потом попал на чемпионат мира. Что он для этого делал, и как он этого добился. Если вам что-то будет интересно, вы мне тоже спросите. Да, мне надо лучше вопросить. Вот. Ну, потом мы пофоткаемся. Вот, какие-то там, что-то, пояса какие-то, еще что-то, там, подпишемся, сделаем. Сэбаганш, сделаем фотку? Да. Подпишем клубную фотку. И после этого сделаем маленькую тренировочку, чтобы вы попробуете овладеть теми навыками, которые вам предложит Михаил. Нормально? Так выглядит? Да. Хорошо. Есть вопросы у кого-то? Нет. Нет? Нет. Нет? Нет. Ну, скажи, Паранчук, где тренировок? Хорошо, да. Всех вас очень рад видеть. Спасибо, что пригласили. Задавайте вопросы. Спасибо, что ты приехал. Давай. А можно задать вопрос мне? Давай. Начало задать, да? Михаил, а в каком возрасте вы пришли первый раз в клуб «Зюдо»? Я пришел довольно-таки поздно. Я в 10 лет только начал заниматься. Как много у вас было? Но в то время еще позволительно было, да? Так же, как и все. Я не помню. Три раза в неделю, наверное. А с какого возраста, значит, 5-6? Ну, я уж, честно говоря, не помню. Ну, наверное, лет с 13, наверное, каждый раз. Значит, это все. Ну, это уже так поздно. А почему «Зюдо»? Почему «Зюдо»? Не знаю. Недалеко от дома находилась секция. Максимальный результат – наименьшее усилие, да? Рядом с домом. Ну, так в основном все, наверное, родители приводят туда недалеко. Локация, ты вижу, что-то сюда. А как сам был? По самому тоже был ровный. Первенство мира по юнерам выиграл. Международный турнир Слаханова, Масевка. Какой-то, где-то больше? Не, ну, сам перейс, как бы, параллельно просто, как бы, предложили, просто съездил на зону. Ну, параллельно борол, не то, чтобы там самбо. На самбо никогда не ходил просто. Ну, подперед еще можно. Так же, как и мы. Так же, как и мы. А самбо никогда не ходим, мы боремся по самому. Ваш родной город и город дзюдо – это? Рязань. Рязань. Ну, ребята вот стесняются задавать вопросы. Нет, я еще хочу спросить, а в каком возрасте попали в сборную? В сборную? В сборную, как, второй год по юнерам. Когда-то, 20 лет, 20 лет, 20 лет, 20 лет, 19 лет. А, 19, да. И просидели в сборной, протренировались. В том смысле, что тренировались с 20-ти, да, с 19-ти по 30-е время. В 15-е почти. В наши 15-е. Когда было легче? В детском возрасте или уже во взрослом возрасте? В детском, потому что было меньше сборов. А сейчас, потому что тяжелее психологически, потому что есть семья, дети. А сборов больше. 300 дней в году сборы. На сборы ездить не будешь, то нет смысла вообще. Михаил, ну вот вы сказали, вы в 10 лет пришли в дзюдо, потому что рядом с домом было. Да. А вторичный фактор, что позволил так долго остаться в дзюдо? Ну, бывают такие периоды, знаете, у детей. Вот он пришел рядом с домом, а потом год проходит, два, ну, думаю, что-то надоело. Пойду футболом заниматься. В 20-е годы такой доступной. Может быть, я уже не помню. Ну, как бы, наверное, что-то начало получаться. Таких не было. А на Киевом Галилов? Нет, такого не было. А что, отчаяния было и просто бросить хотели? Ну, такое тоже бывало, когда снял уже побольше было. Ну, такого, чтобы прям снял, повесил, такого не было. Ну, просто мысли какие-то были. Михаил, а вы можете сказать, что отличало вас в той детской группе, допустим, от других ребят, все-таки вас же много занималось, да, в вашей группе. Что отличало вас от тех других, кто, ну, не смог просидеть в зале или дойти до сборной? Это, наверное, как бы желание, я думаю, целью стремленности, наверное, должна присутствовать. Основные качества, самые главные. Хотелось какого-то результата достичь. Это ваша личная была мотивация или ваш тренер вас как-то к этому сподвиг? Ну, тренер, но как бы должно, мне кажется, больше от человека. Сам должен ходить. А ваш тренер? Тренер тоже. Нет, как зовут вашего тренера? Андрей Николаевич. Это ваш тренер с 10-летнего возраста и по сегодняшний день? Да. Есть вопрос у матросов? Через спину. Ты должен был вчера изучить. Падать у вас сегодня. От этого броска. Куда тебе страдать? Самое главное, чтобы у вас желание было заниматься. Все второстепенно. А как почувствовать это желание? Ну, три должности. Хочу тренироваться, хочу. Хочу бороться, новые приемы изучать. Ну, в вашем возрасте. Нет, нет. Вот так я бенецепряю. Уже не хватает. Как же? Самое тяжелое в сборной? Вот что самое тяжелое? Тренировки или, я не знаю, моральные какие-то? То есть, моменты. Что тяжелое в сборной? У взрослых? Да. По мне, что самое тяжелое в сборной находиться. Такое количество. Время. На сборе. Все время садить на жизнь. Ну, с одними и тем же людьми, как бы, в одном месте. Сборная у нас тренируется 300 дней в году. Ну, практически 300 дней. Больше. Больше чуть-чуть даже, да. И то есть, вот, 300 дней люди изъяты из своей семьи, от своих друзей, от, скажем так, мира, в котором они привыкли жить. И помещены вот эти условия, где они только видят зудо, тренировки, экзаменов. Вот это, наверное, все-таки тяжелое вновь. Да. А как вы пересхватка успокаиваете? Я не успокаиваю. Просто... Как настраиваешься. Как настраиваешься. Волнуются все там, как бы, когда не волнуешься, тоже плохо. Значит, тебе все равно. А ну, как бы, посмотрел примерно протокол, с кем борешься. Так, изучил, ну, как бы, если в вашем возрасте, не знаю, ну, я про себя говорю, он взрослый, да, в команде, ты посмотрел, с кем борешься, посмотрел, какие броски твои соперник делают, ну, и, как бы, проработал какой-то в голове план, как с ним бороться, и выходишь уже, настроился и борешься. Ну, план все-таки это важно, на тренировку, я имею в виду. И на тренировку, и, да. То есть, и на спор, ну, на, именно на самом спорте. То есть, надо понимать, поэтому вот все то, что вас учат, куда брать, куда идти, куда ходить, куда длинуть, то есть, это очень важно, если вы это не будете понимать, у вас вот то самое неполучное будет ходить и просто хватать воздух в камеру. Михаил, вот вы сегодня практически для многих молодых ребят дзюдоистов, ну, такой некий маяк, вы известная личность в мире дзюдо в российском, ну, и мировом. А вот в вашем возрасте, кто был для вас таким маяком? Для меня у нас тренер был, ну, он и сейчас есть, Дмитрий Николаевич Сергеев, то есть, юр олимпийских игр у нас, когда я начинал, он нас тренировал в зале. А еще были кто-нибудь помимо? Ну, я, как бы, в таком возрасте, кто у тебя перед глазами, того, кого видишь, знаешь. Ну, то есть, невзоро вы прошли мимо? Не, ну, тогда особо интернета никакого не было, такого, ну, кто вот есть у тебя рядом. Того и смотришь. Говори, что хотелось. А когда у вас было первое соревнование? Ну, не знаю. В каком возрасте теперь? Ну, в каком возрасте, я не знаю, месяц, там, через полгода, может, перейдем. Особо ничего делать не умел, третье место занял. Много проиграл в начале? Ну, было, конечно. А когда уже вот так уверенность была, что пойдут и, ну, с медалью будет, да, там, уже лучше. Вот, может, через сколько, когда тренировался, сколько времени? Ну, может, год через три, да. Главное, тренироваться усердно, вот, и все получится. Говори. Какая у вас была самая трудная шмарка? Самая трудная. Все трудные. А самое обидное? Самое обидное, это вот в 2013 году за третье место на чемпионат мира проиграл Георгий Бзанторая. По схватке играл, там, по замечаниям, и за, там, секунду на 50. Комментирую, Георгий Бзанторая, это, ну, скажем так, постоянный соперничек нашего сегодняшнего героя, на коробе гуляет вас. Олимпийский чемпион. Постойно боролись они в одном месте. За какую схватку вам прям гордость за себя? В душу. Вопросы важнее. Ну, нет, ну так, чтобы кто-то и тренера так сильно поздравил, и вот все остальные, вот, прямо. И сам, как душой, а вот гордость за себя. За вот финал чемпионата мира с японцем боролся. Выиграл у него, вот так. Приятно выиграть, да. У японцев всегда приятный выиграл для него. Сильный, а первая. А первая медаль на пересток или чемпион России? На первая? Да, по юношам или по юниорам? По юниорам, да, первая медаль была? 17 лет. То есть, юноши, видите, как? Юноши мимо прошли. Юноши прошли мимо, но зато вот, как бы, после этого. Ну, так часто, кто по юношам добывается хороших результатов, они... Потом они уждают. Да. Так что юноши это не показатель. По юношам больше все-таки природа играет свою роль. Вот. И очень много этих природных матчков, которые по юношам были победителями, призерами страны, тоже так же потом покинули дзюдо. Вот, кстати, те ребята, которые с тобой боролись по юношам, они сейчас еще борются? Нет. Уже никто, да? Нет, если взять, вот, допустим, двори ровесники, не обередем твою руку на рисовать? Да. Ну, сейчас им нет, а вообще, ну, как бы, в том цикле боролись. Боролись, да? Много? Ну, вот Ваня Лиффинтов. То есть, вот, ты с ним уже 10 лет прошел, да? Да. Кирилл Денисов. Ну, это из всех, вот, всего лишь, там, 3 человека, просто ребятам на прошлой тренировке рассказывал, да, что там остается, там, пару человек, которые будут идти по сбору, но вот они, как раз, там, 3-4 человека и остались. Михаил, а вот до 10 лет, до того, как вы пришли на дзюдо, чем было занято ваше свободное время? Да я так на плавание ходил, на карате. Ну, это не мое желание было, родители отели. Ну, то есть, вы пришли в дзюдо уже, ну, так, немного подготовлены в каком-то смысле? Ну, нет, нет, у меня никаких навыков не было, ничего. Ну, я имею в виду физически, там, как-то активный образ жизни? Да, ну, так, там, как я делал, чтоб там броски какие-то, кувырки, там, внизу, Настя. Ну, плавник тоже просто был, просто плавник. Да, один раз в неделю. Для душатника-то, мне бы не нужно там. А каратель? Аркратель? Да и не... entradly там тоже рядом с домом было, да, ерунда верно. Спрашивай. А сколько вы раз вытягиваете? Жизнь на час, наверное, раз в 30. А в лучшее время? Без рывка. А в лучшее? В лучшее в 35. Без рывка. Ну, да, ты что-то хочешь? Про деньги спросить хочешь? А можешь ли спорт кормить? Потому что семья, дети? Может, если пока высокий революционер, чемпионат мира, чемпионат Европы. Ну, когда ты закончил, то тебе сразу все пропадает. За старый заступитель. Нет, но остается видней, и надо его скручивать. Ну, да. Здесь тоже есть возможности, которые надо реализовать. Вы работаете так, чтобы поделиться и вы. Нет, всегда так будет получиться. Футбол. Ну, понятно, что все уйдут отсюда. Я нашел. Все, малыши, давай. Кто там руку тянет? Справит. Как вы сядете? Каким именно соревнования по счетам заднего и первого места? На каких? По счетам. Не помню, честно говоря. Но был такое. Мне первое соревнование первое место. Нет, на первом третье место. На первых я третье место занял. Плохо слушал. Я не помню. Ну, не помню. Но много соревнований было. Я, честно говоря, не помню. Михаил, а вот общаясь со многими спортсменами, ну, прошлого, многие говорили, что они там вели дневник такой спортсмена, записывали поединки, какие выиграли, какие проиграли. Вы в свою тренировочную бытность и сейчас, вы вообще ведете такой дневник или вели когда-то? Нет, я не вел никогда, но я думаю, что было бы неплохо записывать как-то там. Я запоминал, я старался, как подготовился, там, ну, как бы, вот, для чего ведешь дневник, там, готовишься к соревнованиям, как, там, тренировки делаете, вот, хорошо отборолся, потом так же повторяешь, для этого, вот, и там, как соперники бороться сразу. Вы помните все... Я же просто есть интернет, взял, посмотрел, раньше такого не было. А вы помните все свои поединки из чемпионатов мира? Ну, так, примерно, может, и все запомнят. А сейчас кто-то в сборную ведет? А? В сборную кто-то ведет? В немник отличный. Я не знаю. Я не ведем. Ну, все, может, погрузились в себя, он тогда... Многое что-то тут записывает, но что-то на тренировке нет. Зарядка там довольно сложно, растяжка. Ну, что, не ровно, подночь, да? А у тебя вот еще в свободное время? Отдыхаю. Отдыхаю. Сейчас, если в свободное время есть, семью кровь. А в какой бы дом научились подтягиваться? А? А в какой бы дом научились подтягиваться? И во сколько... Воздух я не вспомнил, пока. Во сколько лет? Ну, не знаю. Я до того, как пришел, я уже умел подтягиваться. Веду, иначе, да? Раз в 10 точно. А сам тренировался, помимо того, что в тренировке, на которой... Ну, по-блановой, да? Плановой, плановой, а вот просто самостоятельно. Да. А что? Что? Ну, я бегал по утрам, ну, когда, я не помню, сколько мне лет было. Ну, как бы, вот юниоры, там, вот эти, в воздух. Я с утра бегал, подтягивался, а здесь все. Ну, помимо тренировок. А после тренировок и старался? После тренировок тоже. Ставался резину, тянул, броски, там, работал. Постоянно. Да, да. А качалку? Качалку? Как говорили? Ну, уже в более таком или более суток? В 16-17. Начал хуйню подкачивать? Да. Ну, сейчас, мне кажется, раньше. Чизо более, по-моему, молодело. У вас все вовремя. У вас все еще в кориде, да? Главный тренировок слушает. А что, может, убросаете? Давай. Алексей Николаевич. Я могу, короче, попасть. Во мне 90. Я думаю, не проблема, да? Но я не против попасть. Все, отпрезермент. Почему нет? Чем нет. Ну, что у вас? Я от всего любого парня. Просто бросили. Просто меня бросали. Вот. Раз, два, три. Видели такой бросок, да? Да. А, здесь. До этого бросок был. Видели такой? Да. Нет. Такой. Смотрите. Смотрите. Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, вам нравится такое мероприятие? Да. А кто к вам приехал в гости? Не знаю. Как не знаешь? Михаил Пуляев. Ты знаком был с Михаилом Пуляевым до сегодняшней встречи? А где ты с ним познакомился? На финале в 2014 году. А, ты был в Челябинске? Уже ты смотрел по телевизору? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Тебе нравится? Да А почему тебе нравится? Можешь сказать? Просто интересно заниматься? А что интересного? Бросать Бросать? Или чтоб тебя бросали? Бросать Партере бороться А ты знакома была до этого с Михаилом Пуляевым, который еще не приехал к вам в гости? Ты смотришь по телевизору соревнования какие-нибудь или что-то такое джидо? Ни разу не видел? Ну я думаю, после встречи будем смотреть, да? И это уже будет интересно А как ты думаешь, что джидо для девочек это хорошо? Что бы ты сказала девочкам, другим, которые еще не занимаются джидо? Чтобы они тоже приходили сюда Чтоб ты их побросала? И они попадали? И на первое место Спасибо 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не покидайте канал Планеты Дзюдов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА